25 августа, 17 часов 30 минут. По уже установившейся ежегодно доброй традиции, перед началом уборочной страды в нашу область прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Актюбинском аэропорту его встречали глава областной администрации Шалбай Кумаханов, председатель облсовета Лемле и немногочисленный аппарат областной и городской администрации. Сразу же после кратковременного приветствия с местными управленцами президент поехал знакомиться с одним из крупнейших в республике сельскохозяйственных машиностроительных заводов Актюбинск-Сельмаш. Как отметил многочисленный журналистский корпус, нынешняя встреча президента в аэропорту резко отличалась от прошлогоднего посещения. Лишь слегка намечающаяся улыбка, скромные рукопожатия и сразу же корректировка предстоящей поездки по областям. Впрочем, не будем столь строги к деловому облику нашего президента. Вспомните, какой сегодня день. Перед тем, как вылететь в Актюбинск, президент Назарбаев принимал участие в похоронах бывшего первого руководителя Казахстана Демухаммеда Кунаева. Ну, а теперь о самом посещении Нурсултаном Назарбаевым, нашего сельскохозяйственного гиганта. Как вы уже сумели заметить, всех сельчан, да и городских жителей, и это было, кстати, видно по вчерашней встрече президента на заводе Актюбинск-Сельмаш, волнуют в основном одни и те же вопросы. Высокие цены, свалившиеся с высот российского Центробанка замена денежных купюр, не вовремя выдаваемая зарплата, ну и также дорогая визна горючего и многие другие житейские проблемы. Пока президент ехал вдоль хлебных полей Актюбинского и Мартукского районов, у него состоялось еще несколько встреч с полеводами и чабанами. Как вы собираетесь жить? Ну раньше был Советский Союз, мы работали на Советский Союз на весе. Был заказ. Произвели, увезли, горе вы не знали, деньги вам были. Теперь все. Как государство, Казахстан, например, такое поле с такими издержками на дотацию, на государственном бюджете, мы просто его не вытащим. Поэтому я не в упрек, говорю, но вы должны учить, чтобы он стал хозяином настоящим. А потом в будущем, если 600 овец за счет своих денег он выкупит, надо и это ему разрешить. А куда он денется? Он тебе сдаст, придет. Своё мясо решается. Лишь бы платили его задачи. Он же не повезет в Москву, это за Москву овца золотой станет по стоимости, пока довезешь. Он за нас здесь. Но зато он будет знать, что он головой отвечает. Но контракт надо заключить, что не имеешь права, вот это все уничтожает, как в Киргизии прожать на базаре. А состоялся этот интересный разговор с животноводами совхоза Маркса Актюбинского района. Тепло встретили президента и в колхозе Шевченко, соседнего Мартугского района. В этом хозяйстве Нурсултану Назарбаеву очень понравились хлеба. И жители колхоза, с которыми он беседовал прямо по обочине дороги. Я хочу, чтобы люди богаче стали. А ведь я же тоже сельский парень. Откуда я вышел? Я знаю, что стоит за одной коровой поухаживать. Сколько надо ехать, когда надо поедать, когда надо кормить, когда надо за теленком, когда надо доедать. Это же не просто. Это труд большой. Поэтому строить собственные дома, пожалуйста, ну и в совхозе работать. Даже больше указом в этом году я сделал так, что все работники совхоза, там в среднем по Казахстану 600-700 человек, землю разделить, напаять по стажу работы. Вот по 30 гектаров положено на землю, на каждого человека, на работающего, конечно, на семью получается. Значит так, стоимость основных фондов колхозов-совхозов тоже разделить и каждому дадим в этом году документ, что вот твоя собственность. Но сейчас, конечно, выделиться и на своем хозяйстве вести дело не так просто, потому что трактор там, комбайн там, собственник не может купить, а еще куда продать продукты тоже проблема. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь в коллективе в хозяйстве. Но каждый человек знал, что он имеет собственность. Дом приватизировать свой, пожалуйста. В этом же районе поселка Мартук президент принял участие в торжественном открытии довольно необычного сельхозперерабатывающего предприятия. Два года понадобилось Мартукскому ремонтно-механическому заводу и Актюбинскому заводу ферросплаву, чтобы запустить в районном центре наисовременнейший завод по переработке молока, купленным ферросплавщиками в Финляндии. Это предприятие рассчитано перерабатывать в сутки до 30 тонн молочной продукции. Здесь же у морсултана Назарбаева состоялась встреча с жителями районного центра. Большое спасибо, что собрались встретиться. Все, что я должен был бы вам сказать, я часто говорю по телевидению, вы читаете в газетах мои интервью, политику, которую проводит наша республика, его президент, вами избранный, вам все это известно, правильно? Известно. Я вот каждый год бываю в Актюбинской области, в вашем районе здесь не был, а тут подвернулся такой хороший случай, пустили вот новый молокозавод. Очень интересный, на импортном оборудовании, то, что я постоянно говорю. Для того, чтобы колхозом, совхозом рентабельно работать, надо перерабатывать свою продукцию и продавать в готовом виде. Цена совсем другая. Вот в кооперацию вступили Актюбинский персерасплавный, у которого есть валюта, ремонтно-механический завод здешний, и район, и пять хозяйств, которые производят молоко, совместно создали хорошее, замечательное предприятие. 30 тонн в смену, пять хозяйств, полностью привозят сюда 18 видов продукции. Надеюсь, что прежде всего вы, жители этого района, районного центра, будете покупать это хорошее молоко. Если еще к цельному молоку, к сметане, к творогу, к кефиру, добавить еще сыроваренный, цех, совсем будет хорошо. Все виды продукции будут. Вот это то, что надо для того, чтобы в будущем поднять рентабельность сельскохозяйственного производства. Какие трудности, что бы вы хотели, какой бы вопрос мне задать? Я сам постараюсь угадать, если что не угадаю, потом вы зададите, что вас прежде всего беспокоит. Я думаю, из жизненных ситуаций вас беспокоят цены, которые сейчас очень высокие. Второе, вас беспокоит, я думаю, наличные деньги на заработную плату. Третье, я надеюсь, живете вы на селе, должно вас беспокоить, чтобы убрать тот хороший урожай, который селяне выросли, потому что это ваша жизнь, ваше будущее. Начну с самого животоропечущего насчет денег. Вы знаете, что с 26 июля Россия ввела новую валюту, фактически мы теперь оказались в разных валютах. Они на своей, мы на старых деньгах, которые являются единственным платежным средством в старых рублях. И теперь вот мы договорились, вот я в начале августа ездил с руководством России, этими деньгами мы вас полностью обеспечим. Сейчас завозу, завезли уже в республику, начнут вам сейчас выдавать, и заработную плату по август месяц мы обеспечим. В дальнейшем это 230 миллиардов рублей по республике, еще 270 миллиардов рублей на сентябрь, на октябрь будем, в общем, обеспечивать. Есть договоренность с Центральным банком России. Но дальше другая проблема. Как нам быть? Я постоянно говорю, я в этом убежден и уверен. Надеюсь, что вы понимаете, что при этом я исхожу прежде всего из интересов нашего казахстанского многонационального народа. Нам надо в соседней, большой, огромной, великой России постоянно сохранять наши добрые, дружеские отношения, как два государства-братья, как два государства, которые стратегическую свою цель строят неизменно. Здесь можно меня обвинить, что я политиканствую, я пророссийский и так далее. Пожалуйста, кто это хочет, пусть говорит. Но я хочу вам сказать, что я исхожу из глубинных интересов наших людей. Потому что русские казахи, казахи и русские, они наиболее близки по духу. За столетия выработали такой общий менталитет, что ближе народов друг к другу нет. А где жить человеку? Это там жить надо, где ему хорошо жить. И никаких границ для того, чтобы он перемещался, не должно быть. Никаких барьеров таможенных не должно быть. Если мы строим рыночную экономику, и вообще рынок не терпит никаких пограничных барьеров. Мы должны торговать. Государство должно стимулировать вывоз продукции на экспорт. Ну, поскольку все мы теперь государства суверенные, Россия тоже экспорт, от России в Казахстан тоже экспорт. Если мы в будущем хотим сохранить эти отношения с Россией, между казахами и русскими, да со всеми народами, которые здесь живут, мы должны прежде всего в нашей республике обеспечить равные права всем. Казахстан 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 сегодня знает во всем мире, уважают за то, что мы конституционно закрепили, что никого Казахстан своими законами не вщемляет ни по национальности, ни по языку, ни по вере, ни по сословию. Все люди рождаются равными, едиными. Оно так и должно быть. За что уважают в мире сегодня Казахстан, признают, за что меня уважают, знают в мире, за то, что есть политическая стабильность, дружба между людьми и отношение доброжелательности, которое у нас было. Ее создавали наши отцы, наши деды, и мы никакого права не имеем передавать детям что-нибудь иное и нашим внукам. Иначе мы перед своими отцами не выполним свой долг и перед своей родиной. Наша родина Казахстан. Все люди живущего его граждане. Земля наша общая, богатство наше общее. И нам вместе надо работать, чтобы эти богатства вернуть народу, улучшить жизнь. Если вы эту мою логику поддерживаете, и не считайте, что это только один Назарбаев может сделать, стабильность, когда бурлит кругом, проливается кровь, уже посчитали, что за время вот этой перестройки 150 тысяч человек погибло в межнациональных столкновениях. Спрашивается, за что они погибли? Зачем? Разве просто простой человек возьмет вилы и пойдет соседа убивать? Почему? Это политики глупыми своими действиями столкнули мирно живущих людей. Не дай бог нам таких политиков. И не дай бог то, что проходит. Сейчас, когда вот недавно разбираемся проблемой Таджикистана, за 3-4 месяца гражданской войны погибло 40 тысяч человек и рассказывает, что живыми сдирали кожу с человека и он умирал медленно, кричал со своего дома на весь поселок сутками. Беременные женщины на последние месяцы вспарывали живот, вытаскивали живой плод и на руках расстреливали. Человека на пилораме распиливали. Это какие годы и какое кощунство, какое зверство человеческое может вообще этим сравниться. Спрашивается, а зачем, почему это случилось? Вы знаете, что многие годы на Карабахе льется кровь, вы знаете, что было в Фергане, да вы знаете все, вы знаете, что творится в Югославии, поэтому сохранение добрых отношений, спокойствия, терпимости друг к другу, это самое главное, если будет это политической стабильности. Не одному, ведь мне надо, всем нам надо. Каждый человек будет спокоен за свою семью, за своих детей и мы создадим для того, чтобы работали и зарабатывали. Я убежден, мы все эти невзгоды и трудности преодолеем. Теперь экономическая политика. Я думаю, с этим мы все согласны, что я сказал, правда? Так вот, я могу исходя из этого, я и говорю, что должно быть нормальный экономический союз между бывшими советскими республиками. Нам делиться нечего. У нас у всех есть друзья, родственники везде, мы должны ездить, ходить. Но если так, то не надо нам разделяться и деньгами с Россией. Я прямо поставил этот вопрос перед президентом Мельциным с Черномырдином. Мы 7 августа подписали заявление, что мы остаемся в единой рублевой зоне. Но там есть и другие политики, которые хотят разделить все республики по частям. Я боюсь, что если все республики разделятся, если СНГ распадется, то, не дай бог, будет распадаться сама Россия. Это не в интересах Казахстана. Мы хотим, чтобы Россия была демократичной, новой, сильной государственностью. С такой Россией Казахстан всегда рядом должен быть. Так что остаться или не остаться в новой рублевой зоне это вопрос ни одного Казахстана. Ни одним мы это решаем. Но я до конца вам обещаю вести эту политику. Если не получится, то я должен прямо вам сказать, ничего страшного нету, если мы введем собственную валюту. Технически это возможно. В этом случае мы поступим по-дружески. Надо заключить договор с Россией, с Узбекистаном, со всеми соседями, что мы разделяем национальные валюты, в то же время оставляем экономический союз и будет наднациональная валюта, тут тоже трудного ничего нет. В таких случаях надо котировать деньги, эти рубли, там, тут. И надо в банках свободный обмен был. Если человек хочет поехать, пришел, как мы это делаем с долларом, с марками, по курсу этих денег в банки взял, купил, поехал. Пришел, обменял эти деньги на наши деньги. Что бы вот это было. Поэтому вся Европа, западные, там, десятки государств, каждый на своей валюте, в то же время ездят друг к другу, есть котировка, есть продажа, обмен будет. Но при этих условиях тоже я добиваюсь, чтобы была наднациональная рубль один, за счет которого мы бы все, так сказать, сравнивались и на основе этого производили обмен денег. Так что тут страшного нету. Поэтому если это произойдет, если Россия все же не внемлет, и там возобладают силы, которые хотят оттолкнуть, правда я не знаю, каким образом это служит глобальным интересам России, я думаю, интересах России, чтобы вокруг него были дружеские государства, братские государства, я за это. Да тем более у нас сколько обменов туда грузим продукцию, оттуда вывозим, сколько мы создадим трудности для наших директоров предприятия, хозяйств, да и вообще людям всем. Сейчас вот я в Западном Казахстане был главой администрации соседних областей и пришли и говорят, ну Султан Абишевич, давайте снимем все пограничные барьеры. Я говорю, давайте в конце концов от разговора перейдем в дело. Патраусская область и сказал, давай вот первым мы добрую волю снимаем барьеры пограничные, давайте теперь вы. Поэтому в этом вопросе у вас должна быть полная четкая ясность. В экономике политика заключается сейчас в том, что мы должны построить социальную рыночную экономику. И здесь тоже велосипед не надо изобретать, весь мир давно по этому пути идет. И мы следуем тому, что весь мир идет. Ну можно вздыхать, вот было хорошо, все же худо-бедно, магазинах было, могли мы покупать, значит, то время и так далее. Я вот себя спрашиваю, ну почему тогда, победив в прошлой войне, в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, почему мы победители оказались самыми худшими экономическими показателями от той же Германии, Япония обогнала нас на сто лет вперед, мы сейчас ездим и видим, что у них совсем другие машины, что у них совсем жизнь другая, что у них товары такие, что наши товары никуда не годятся в конференцию. Почему так случилось? Почему мы победители, которые вывезли сколько нужно оборудования из Европы, которые имели все возможности жить лучше, почему? Да потому, что система экономики была такая, тогда мы от технического прогресса от всего мира отстали. Поэтому когда-то надо было это начинать. Изменения из одной системы политики экономики в другую всегда болезненны. Трудности да, снижается объем производства. Некоторые предприятия на грани остановки не нужны продукции, которые никто не покупает. Не надо, такие предприятия надо закрывать. Государству лучше платить пособие по безработице, чем производить продукции, которые никто не покупает, перерабатывая сырье. Поэтому мы говорим, рыночная экономика своими законами должна создать для граждан все для того, чтобы он свободно работал. Ну, например, на селе. Держать дома сколько он сможет это сделать. Сейчас вот спрашиваю, опять скрывают, точно не говорят, сколько поросят держат. Все время отбирались, думают, опять скажут, президенту скажут, завтра отберут снова. Да не отберем. Законами конституции закрепили. Человек сколько он может, пусть держит, работает на себе. Сколько он земли может обработать, пусть держит. Вот на днях будет указ о разрешении индивидуального жилищного строительства широкие льготы по кредитам, по строительству людям, которые захотят построить свой дом и иметь свой приусадебный участок. И тем, кто имеет сегодня квартиру, если у него деньги есть, и тем, кто не имеет. Очередникам создадим определенные льготы для этого. То есть государство в условиях рынка должно защищать своих пенсионеров, участников войны, инвалидов, и тех, которые не могут себя кормить. Это адресно. А все остальные должны работать. Зарабатывай сколько хочешь, работай круглые сутки, если хочешь, живи, богатей, потолка заработной платы государства не устанавливай. Плати налог, все остальное твое. А если он ленивый, пьяница, почему я должен за него отвечать? Он будет на дне общества, нищий будет, пусть будет. Если у него руки и ноги целые, он здоровый, молодой, не пенсионер, не инвалид, ему полагается пахать для того, чтобы осчастливить свою семью, создать условия для своих детей. Правильно? Вот очень простая суть экономики. Больше мудрить не надо, что такое приватизация, начинают новые слова вам говорить, и не поймешь, что это такое. То есть моя задача главы государства через парламент законодательно создать вам условия для свободной работы. Производить продукцию, зарабатывать сколько-столько вы можете. Хотите заводить частное дело, заводите, законы разрешают. Хотите, чтобы работали вы в коллективе, пожалуйста, работайте. Хотите вы нанимать свой труд и за это получать деньги, пожалуйста. Но к этому надо приучиться. Мы 74 года приучены жить коллективно, извините за такое выражение, стадно. И если, а когда стадно, то один может среди, значит, такой мухлевщик будет вообще будет висеть на нашей шее. Мы его тащим сообща, потому что всем поровно надо, хотя и бедно. А сейчас каждый виден как на зеркале, кто чего стоит. Поэтому и по сельскому хозяйству последний мой указ гласит, что если в хозяйстве 600-700 человек работают, значит, вся земля хозяйства делится по трудовому участию или по стажу работы. Допустим, если 30 тысяч гектаров на 100, на тысячу человек, там по 20 сотков или гектар, по 30 гектаров. Стоимость хозяйственного всего обустройства тоже делится на всех поровну и каждому выдается документ. Вот тебе документ на частную собственность на землю, вот тебе денежная стоимость твоей доли. Хочешь выйти и создать свое дело, но только эту землю надо государственную использовать как следует, а то ты возьмешь и бурьяном зарастет в следующий год. А хочешь оставаться в коллективе? Вот кого я не спрашиваю, в вашем районе и в области никто об этом не знает почему-то. А я этот указ издал еще в начале марта. Поэтому суть экономики заключается в этом. Теперь все индустриально развивающиеся государства в наших условиях мы не можем тиражировать строя Казахстан новой, старую технологию, старую технику. Нам надо приводить иностранные инвестиции сюда. Чем больше, тем лучше. Все государства, которые последние 25-30 лет развивались, так делали. создавали льготные условия для иностранцев. И не надо поддаваться, что вот продаем недра и так далее и тому подобное. Да еще тысячи лет мы никогда не нашли бы денег, чтобы взять активенскую нефть, если не проведешь Эльфа-Китен, который вложит 5 миллиардов американских долларов и будет с нами делиться. Чем больше нефти будет добывать, чем больше доля будет Казахстана. Почему нам не дать? Так же мы отдаем, потому что они инвестируют, приносят там новые оборудования. С Южной Кореей сотрудничаем. Первый завод крупных холодильников южнокорейских мы в Караганде сейчас запустили. Сотни предприятий по выделке шкур сейчас производятся. По сложной бытовой технике, сборке телевизоров, электроники сейчас. Все только начинается. То есть у нас есть все для того, чтобы Казахстан для своих людей создал нормальную, достойную жизнь. Но опять я вам говорю, для этого нужна тесная дружба многонациональных людей нашей республики. Это основа основ. Наше единение, наше единство, единство всех людей. А мы многонациональны, как никто, залог наших будущего успеха. Народное единство Казахстана, главная наша забота должна быть всех. Все остальное преодолеем. Слава Богу, вот все смотрю на вас, все красивые, одетые. Ну, есть там заботы, я же знаю, не хуже вас. Да преодолеем мы все это дело. Давайте оптимистично смотреть на будущее и благодарю вас за то, что вы собрались и пришли послушать меня. Дай Бог вам всем благополучия в каждом доме, в каждой семье. Передайте привет всем вашим членам семьи, друзьям, товарищам. Аман Саволонсдар. После того, как отзвучали слова приветствия Мартучан в адрес президента, ему был вручен довольно своеобразный подарок. Шикарнейший скакун, выведенный местными селекционерами. Это была последняя встреча Нурсултана Назарбаева на Актюбинской земле, после чего президентский кортедж направился в Актюбинский аэропорт. Его провожали глава областной администрации Шаубай Кулмаханов, председатель облсовета Лемли и другие официальные лица. В поездке по Актюбинской области президента сопровождал вице-премьер республики Казахстана Сергей Кулагин.